всех приветствую с вами я ваш веган христолюб но с вами сегодня 25 оправдание или вопрос не веганов убить труппажеров о том почему они хотят стать веганами и звучит она так выращивание сои вредит окружающей среде веганы постоянно повторяет что употребление животных продуктов вредит планете окружающей среде а как же вся соя тофу которую они едят ведь именно для выращивания сои вырубают тропические леса я и начальными и в конце скажу я сою вообще не употребляем можно сразу ответить таким образом труппажеру да но действительно веганы едят свои продукты сои давайте ответим тоже на это оправдание дадим свой ответ свое свой дадим бой этому оправданию читаем и все по текстам но по по стенограмме видеозаписи я до переведенными каналом аз есть зерно духом его выступлений это винтерс это землянина проповедник активиста веганство из аннелли для этого момента в своих видео я особо не касался аспекта влияния веганство на окружающую среду все потому что большинство аргументов не веганов не касаются вопросов экологии а еще в настоящее время уже многие понимают признают что поедание животных гораздо хуже отражается на окружающей среде чем питание растительной пищи стоит сразу упомянуть недавний доклад оон о том что переход на растительную диету поможет избежать отрицательных последствий изменения климата но у не веганов есть одно излюбленное оправдание которое не часто используют против веганов это соя выращивание сои существует мнение что выращивание сои наносит серьезный вред окружающей среде так и есть выращивание свои свои действительно ужасно вредит окружающей среде это создает ряд проблем для племен населяющих бассейн амазонки которым приходится искать себе новый дом также приводит к масштабным вырубкам тропических лесов выращивание сои совершенно неуместно в тех масштабов которых мы ее выращиваем и это серьезная проблема которую человечеству надо решать однако говорит это дело в том что 85 процентов всей сои выращивается как раз именно на корм скоту то есть мы видим что как я сказал что мало уделял в об внимание таким вопросам в касающихся экологии я вообще не уделяю практически по той простой причине возьмите вопрос ой как я уже сказал ведь тут внизу тоже написал пометочку что я вообще не ехать да и продукты и сои там не покупаю мне вообще нет нужды там заменять что-то белки какие-то или кто по какой причине лицо и есть или что там делают эти якобы какие-то котлеты там похожие на мясные момент все нет я пробовал во первых она не не знаю может когда ты как что-то там кулинаришь а в таком в прямом знаете когда этом сварить что-то дано не вкусные можешь сказать даже не знаю по как по мне хотя уж не помню когда я помню я в пузе когда жил я купил попробовал тоже ну и ответить прекрасно как всегда дает ответ чтобы мы с вами умнее были когда кто-то нам действительно тыкнет или вот можете поделиться моими роликами что это как и в любой сфере жизни там возьмите любую политику в общественной деятельности социальную какую-то сферу да все чего не касается религия на веганство полно манипуляции враньем на подтасовкой фактов перевертывание фактов здесь тоже самое для кого все это выращивается до кого все у нас корм то выращивается там этаж сам кукурузы что только не возьми пшено гречка там кого кого кормят то все это животных которых потом будет убивать вот это говорит я не знаю откуда он тоже этими цифрами оперирует это просто можно и так понять поэтому конечно все это тоже на это как и это как знаете но в принципе сам вопрос постановка вам трупажорская все тоже ни на что не сошлется хотя тут ссылался я говорю мы с вами делал я читаю по стенограммам которые мы с ольгой сделали по видеозаписи и это переведенным еще и русскими вот там канал владельцами канала азмьесим да а возможно веокниги там есть когда люди пишут такие книги достаточно очень часто есть ссылки вплоть до публикации даже документов у него я знаю есть свои книги же он говорил тоже уеда но она на русском не перейдена на английском то ее можно я нашел в интернете понятно она опубликована в pdf там все есть я переводить не буду по-английски я не умею читать тем более на таком уровне вот можно там есть и ссылки и все да да все это не суть важно это и так нужно понять поэтому выращивание сои вредит выросли не потому что веганы я слишком много тофу и других соевых продуктов причина в том что нам нужно очень много для прокорма животных которых мы впоследствии масса убиваем абсолютно без каких-либо без какой-либо необходимости так что если вы не веганы и апеллируете к аргументу о том что выращивание сои разрушает окружающую среду и вас действительно заботит это то по вашей же логике ну то чем я сейчас говорил да аргумент который сами его же истегает этого вегана то по вашей же логике вам стоит стать веганом потому что 85 процентов этой сои идет на корм животным которым убьют для того что ты сожжал кусок его трупа если мы ликвидируем животноводство мы сможем прекратить почти все выращивание сои сои будет выращивать только для производства веганских продуктов и выращивание в таких масштабах будет полностью устойчивым а значит не будет создавать таких проблем для экологии которые стоят перед нами сейчас мы можем в необходимом объеме выращивать сою не в этой ведь не в этом ведь проблема проблема в огромных масштабах нам необходимых для парокорма скота животноводческой индустрии ну по кругу на одно и то же уже говорит думаю важно отметить что большинство продуктов содержащих сои не являются веганскими и еще очень хорошие аргументы которым мы может вот не задумывайся я уже неоднократно говорил в принципе я когда первый раз попал на это видео и да ну там трехчасовой собранный вот он может быть короткий писал и вот их собрали даже не знаю в англии уже собраны лет в россии они тогда вот собрали сразу перевели вот я с удовольствием и слушал и прям назидался мне просто это же лично никогда вот в таком плане что вот тогда выращивать много ты знаешь сколько там все вот это леса амазонки я обо всем этом не слышал мне лично такого помню когда не писали вот но действительно видите когда вникает в любой вопрос оказывается все не так просто и из родственных фильм так сложно просто нужно обладать информацией и вас могут просто подлавливать на таком ну добрым невежестве в том плане я имею искренне что мы не можем все знать во все надо вникнуть да и конечно какой-нибудь прямо скажу хитрожопый трупажор да он конечно будет этим может слабеньких не веганов там до прессовать но ведь почему и надо вот все-таки изучать все вопросы свою жизнь полагать на познание истины что еще конечно в царстве небесном обо всем об этом забудем но сейчас такая жизнь приходится трудиться мы везде трудимся во всех сферах жизни даже растительную пищу добиваю добывая здесь тоже самое над конечно потрудиться и он прав кто об этом не задумывался а потом разбираешься вопросах это пишет что сои содержится стоит содержится во многих продуктах потребляемых которых является не только веганы сои содержится в шоколаде хлебе переработанных продуктах полуфабрикатах майонезах и соусах со есть почти во всех продуктах нашего ежедневного потребления так что даже не будучи веганом вы тоже покупаете свои в составе продуктов питания дело не только в веганах которые покупают свои продукты которых веганов тушь извините на планете до 10 человек без одного животного происхождения так продуктов питания так что даже не будучи веганом вы тоже покупаете свои в составе продуктов и действительно если взять всех трупажоров которые потребляют соевые продукты вольные невольные всех веганов пусть больше может быть мере я что-то не то что сомневаюсь я убежден знаю не знаю как статистики несколько веганов на планете но достаточно вокруг себя посмотреть вот в моем селе есть еще веганы я сомневаюсь значит уже нас один к тысячи сколько тут у нас сейчас живет не тот пытался узнать точно никто не знает но около тысячи в селе там живет да и рай центр возьми есть там веган я чуть сомневаюсь так так что даже если не будучи веганом это во первых я сам добавлю и тут об этом не скажешь что от этих 85 вообще можно кстати еще убрать что ну или как в при от предъявы веганом убрать от 100 процентов потребления ты сои якобы ради них выращиваются это уже сказал что 85 процентов это вообще для животных а из этих 15 оставшихся процентов не 14 ли целых и восемь десятых потребляют трупажоры да то есть когда те ты что это вот из-за вас сто процентов соисток выращиваются там до уничтожая тропические леса там и прочие вещи да нет это и вы тогда в этом участвуете во всем причем на большую часть да нет на чуть-чуть вот так что даже не будучи веганом вы тоже покупать свой состав продуктов питания дело не только веганах которые покупают свои продукты выращивание сои вредит уже среде но только потому что люди потребляют продукты животного происхождения действительно те нормы которые мы потребляем любой крупы не больше даже не уж одну совесть так что все это конечно все аргументы просто вот видите как раз корень то зол опять животноводство и аргументом которые хотел трупажор до победить вегана получается сам от него с мечом пришел от меня отмечай погиб да это же из-за вас все творится как как прекрасно все переворачивается это же вы виноваты что тропические леса вырубаются в лесах амазонки шесток сои выращивать для того чтобы для вас труппятина для вас вырастить вернее животных на убой накормить их телами трупами выращивание сои вредит уже средний только но только потому что люди потребляют продукты животного происхождения а не из-за веганов так что если вы не веган но критикуете веганство потому что вас беспокоит вред наносимый выращивание сои по вашей же логике вам нужно стать веганом ведь став веганом вы сможете уменьшить вред наносимой окружающей среде выращивание сои тут бы дописать у еда для прокармливания животных но он об этом говорил это не ему в минус и мою речь можно это каждое слово тогда иногда можно ты же уже подразумеваешь или об этом говорил действительно отличное заключение у с вами ролики все короче и короче когда к финалу подходим у это называлось 30 оправданий я их немножко там еще свои пять копеек ставлю но пока вот так вот поговорили про свое прекрасный пример и доказательство того что с мечом пришел от меча погиб до все эти отговорки как их это зала назвал оправдание отговорки можно по-разному все это назвать ну и пусть даже вопрос если ты искренне действительно людей алчущих и рождущих познание истины правды то как видите они оборачиваются против самих труппажеров действительно так это уже давно до никаких это есть я тоже слышал там я не читаю все знаете увижу даже там где-то в постах честно лезть там во все это мне надо тоже просто не интересно уже настолько от всего этого и устаешь отчасти и кому-то что-то приводить да он тебе приведет своих каких-то там этих оголделых ученых с которым все всеми методами защищают там до убийство труппажор то животноводство все равно в концовке без доброго сердца не принять веганство без сердца алчущего и жаждущего истины любви вот чисто давить на мозг хотя конечно как вот я вам говорю попытки надо делать про зачастую какие-то мудреные эти доклады читать вообще тоже тяжело вот такие вот простые речи друг другу когда мы передаем действительно колеблющуюся и может действительно направить в нужное русло действительно так все что выращивается это всегда человеку особенно на это опять легко рассказать тому кто на земле тип меня живет да сколько ты выращиваешь и сколько люди выращивают если у него есть животные даже человек все это разнообразие которым выращивает это все легко понять сколько я в день съедаю вот определенного количества я лишь могу это разнообразить поэтому я я могу лишь одни огурцы есть картошкой но если мне хочется помидоров я вращивающий помидора на сокращаю потребление огурцов соответственно потребления по составе соответственно кустов меньше сажая меньше выращиваю потому что я все это не съем если еще перчик выращиваю я еще меньше сажаю кустов и от помидоров чуть-чуть отрезаюсь я раньше сажал там 30 кустов огурцов чтобы не круглый год их есть летом свежие в сезон весна лето осень до осень зима весна пополам но это я про воронежскую область рассказа дайте определенный свой климат она зиму засаливать и есть но если еще помидоры дать досеял посел уже пополам я уже не 30 кустов огурцов что же а 15-15 кустов там помидоров но помидоров чуть больше на них просто плодов меньше до скуста чуть собирается ну пустишь сам 30 кустов неважно и 50 на 50 сажаясь я и то и то одинаково люблю с меньше люблю меньше тоже добавил перед за счет по 10 кустов всего посажу если когда 30 кустов огурцов сажал если я уже три культуры выращиваю я другие сокращать девать мне будет никуда ну понятно себя вращу на продажу чтобы другие свои как работа другие свои погасить нужды там кто-то для меня электричество подает по проводам это уже сейчас не об этом вы понимаете суть но животное ты не прокормишь 30 кустами огурцов для них очень много выращивать спичнуш они едят круглыми сутками так бог придумал кушают и какают да так что вот так вот поэтому это действительно так это любое касается сои несу и какая разница и я хоть и сказал еще раз и заканчиваем по поводу сои но может какие-то веганы там и заморачиваются я убежден что таких как я тоже немало кто или либо вообще не едет вот ну либо как и все наравне с труппажорами потребляют даже неосознанно в обычных классических продуктах как от перечислял я даже не знать и я я покупаю там лаваш в россии не знаю русского не русского варианта там-то пшени пшено игну мука пшеничная и вода я покупаю кто знает меня бабушка называла тряпочки что я не 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 вздутый не 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 сдобный как он там угодно называется неважно закваски он там или на дрожжах я покупаю лаваш бумажный такой ну тряпочками бабушка называл я сам такой в пузе хоть и хоть просто мука и вода все там ничего нету вот их нарываю я люблю так есть их съедаю я сам их дел я то знаю как они делаются из чего ну сейчас не делаю не этот в новом доме опять пока ничего нету даже не кухни и духовки там была печь дровяная прям на ней делал на этой плите прикольно вкусно обычная мука просто с водой перемешал накатал этих лавашиков но я естественно такие маленькие про сделал вкуснотища я мог съесть почти чуть ли не все что там на делу с когда они с огня как говорится они вообще улетают как горячие пирожки но в принципе не просто так это выражение да вот вот кухню себе тут сделаю какую-нибудь буду может побольше готовить чуть для себя такого до самодельного те же самого вашим уж сам буду печь их напек на недельку и хорошо чую там накатал в при желании сейчас все есть электрическая тесто миску какую-нибудь можно купить если сам не хочешь заморачиваться если есть время все это приятно даже делать руками чем делаешь может послушать пробовать какую-нибудь слово какой-нибудь но я сейчас мало слушаю нанесу так что вот так вот поэтому по поводу той же самой сои я ее вообще не покупаю и в каких-то где она как сказать основу составлять и в каких-нибудь соевых котлет я не хожу по веганским я ушла и все про меня давно знаете на муж кто впервые попал на такой ролик я не хожу неким веганским магазином ничего такого не покупаю я говорю я думаю что таких тоже достаточно людей не думаю что каждый веган вот на все это заморачивается и там сою килограммами поедает я возможно ем ее меньше чем я говорю трупажор какой шоколад я покупаю только гор горький но не горький а темный вот это из из чистого какао до зерен без всяких добавок там ничего нету даже содержание кроме какао так что конечно пихать туда все мог как я уже говорил об этом уж просто не знаем да но я что я вряд ли даже больше может там трупажора какую-то и потребляю то что ты на на может в разных интерпретациях в разных продуктах быть вот и все и с учетом количество веганов на планете да и даже если проецирует как я всегда говорю трупажор вас проецировать все статы сколько же будем есть на их правильно это все показал ничего мы больше есть не будем тоже 85 процентов вообще для животных а из этих если даже для человечества кажется много значит надо поменьше потреблять побольше пшеницы или чего надо вообще конечно в природе всего так росло не так как мы вот так полями одно и то же засядем там одни и те же насекомые наоборот мы мы просто сами ломаем природу зачастую так нельзя все должно выращиваться вот так в перемешку сад должен быть изобиловать разными вещами до никогда нельзя не убивать никаких не насекомых не этих так называемых вредителей они как бы для одного вредя для другого пользы надо узнать просто чё где посадить поближе и там все бог с гармонией придумал над просто этих вопросах разобраться мы и сельских в сельском хозяйстве из-за поморочения ума своей греховности такие же тупицы все делаем неправильно вот так вот ладно не хочу тролик растягивать вроде в тоже на 20 минуточек получилась эта редкость для меня до встречи в следующих роликах пока пока ставьте лайки и делитесь этим видео на своих ресурсах а Субтитры создавал DimaTorzok